Хей! Сегодняшнее видео поддержал Вакар ТВ. А на его канале Розыгрыш. Что нужно сделать? Подписаться на канал Вакара. Оставить комментарий под видео, которое будет в моем описании. Оставить контакт, как можно с тобой связаться. ВК, Инстаграм или Дискорд. Сделать репост видео и ждать розыгрыш в понедельник 26 августа вечером в прямом эфире. Не пропусти! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Более того, существует доля потерь. То есть, когда ты нажимаешь на навык и он не срабатывает, тебе приходится прожимать его несколько раз, чтобы наконец-то применить. Вот что означает пингс в 120. Ну а когда с этим разобрались, переходим к обнове. На тест вам новый персонаж Лин. Обзор можно увидеть на канале. Ссылка будет в комментариях и подсказках. Поиграл я им в рейтинге. И его очень сложно достать со стены. По сути, это работает как невидимость Карины. То есть, полупрозрачность и игнор автоатак. Но можно шарахнуть направляемым навыком. И единственный способ выбить Лина со стены, это вытолкнуть его. Например, волной Валира. Либо дождаться ошибки Лина и кошмарить, когда у него перезарядка энергии или первого навыка. Также, немного переработали Валира. Но механика осталась той же. Поэтому отложу. Прости меня, если ты фанат нового Валира. В навыках. Появились ролики, демонстрирующие навыки персонажа. Но они пока не загружены на сервер. Бакси. Обзор также на канале. Изменили пассивку. Теперь она срезает не 50% исцеления, а только 30%. Но также добавили срез урона по Баксию. От 22 до 50 урона в зависимости от уровня. Например, в него прилетает 100 дамаги, а пассивка срезает 50. И Бакс получает только 50 урона, а где-то плачет Кимми. Включение ульты увеличивает эффективность снижения урона на 100%. Первый навык. Ускорение действует на 3 секунды дольше. Второй навык. Вновь изменили расчет урона. Расчет идет от 80% магической силы плюс 6% вражеского максимального хп. Замедление теперь дает не 30% на 2 секунды, а 50% но на 1 секунду. Также откатили изменения героя в патче 1.4.0.6. Вернули физическую защиту на 23, а резистентность магии до 10 единиц. Также изменили немного эффекты навыков. По ощущениям, Бакс стал живучей, особенно против героев с небольшим, но частым уроном. А вот по урону чуть меньше. Потому что срезание от хила 100% это было издевательство над врагом. На этой неделе я задавал вопрос разработчикам, собираются ли они подтягивать отстающих героев. И меня заверили, что да. И похоже не соврали. Циклоп, ребята, циклоп. Завернули старый нерф. И вернули полный отхилл в 100% для второго навыка. Давно пора. Циклоп был как раз тем магом, который хорошо играл против подвижных противников. А сейчас вся мета подвижная. Горд. Второй навык. Уменьшили цену маны на 30 единиц для всех уровней. Эйдора. Второй навык. Изменили расчет урона. Теперь второй навык наносит больше урона. Не сказать, что супер буст, но на фарме уже точно скажется. Проще будет добить крипа для дополнительного золота. Кэрри. Второй навык. Исправили баг, когда навык можно было использовать, будучи обездвиженным. Маша, Нана, Ханза. Оптимизировали эффекты навыков. Изменения в дополнительных навыках. Исцеление. Теперь постепенно и работает в течение 5 секунд. Жаль, радиуса применения не видно. Но он пока такой же, как и раньше. Добавили ракету, у которой урон увеличивается с расстоянием и уровнем. А также зависит от магической силы. Но баганул эффект отображения. Поэтому ракету не видно. И по описанию она должна отталкивать. Но не отталкивает. Прибытие. Теперь можно телепортироваться и к союзным разрушенным башням. Уменьшили кд навыка. Теперь оно 75 секунд. Плюс бонус к бегу 60% в течение 3 секунд после телепортации. Отомщение. Небольшой перерасчет в уроне. Судя по всему, будет триггериться и на навыки противника, а не только на автоатаку. Но не чаще, чем раз в полсекунды. Тут клаут и кими выдохнули. Приятная плюшка. Регенерация хп в размере 20% от нанесенного способностью урона. Спринт. Дает теперь лишь 40% ускорения. А жаль. Предметы. Говорящие с ветром. Увеличили базовый урон со 100 до 150. Миньоны получают этого урона в два раза больше. КД увеличили с 3,5 секунд до 5 секунд. Большого смысла в таких изменениях не вижу. Пылающий жезл ранее наносил 2, 3 и 4% от существующих хп противника. Теперь будет 1, 2 и 3% от максимальных хп противника. Это должно увеличить урон. Также добавили отображение эффекта под персонажем. Эмблемы убийцы. Первый перк. Теперь дается не 100 голды, а 80. И лимит уменьшили до 1200 голды. Эмблемы стрелка. Первый перк. Увеличили бонус. Теперь плюс 12% к атаке. А не 10%. Ну и добавили новый режим, Tower Defense, смешанный с шахматами. Его покажу немного позднее. На этом все. Подписывайся на канал, жми в колокольчик и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok